Продолжаем просыпаться, друзья. Уже завтра в столичном дворце республики будут чествовать победительниц 12-го республиканского конкурса «Женщина года 2019». Среди лауреатов проекта в этом году и наша гостья Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска. Доброе утро! Доброе утро! Наши поздравления вам! Спасибо! Мы знаем, там было очень много номинаций, по крайней мере, несколько. Ваша какая? Самая почетная, естественно, какая? У меня номинация «Духовность и культура», но это связано с моей профессией, поэтому я думаю, что это закономерно. А вот мне интересно знать, были ли какие-то отборы, предшествовали ли вообще финалу конкурса? Как это все происходило? Да, ну вы знаете, сначала это был городской этап, и безусловно мы готовили презентационные материалы, видеоматериалы о том, что происходило за год, и, наверное, даже не только за 2019 год, но и вообще. Вот, и мы представляли это в Минскую городскую организацию Белорусского союза женщин, вот, но затем уже, конечно, президиум и комиссия, то есть они отсматривали материалы, ну, встречались с нами, вот, ну, и вот было принято такое решение. А кто мы? Вот кто выдвигал вашу кандидатуру? Кто этим занимался? Вы знаете, что это как раз-таки вот, что касается, наверное, вот моей кандидатуры, это Минская городская организация, я хочу, конечно, вот воспользоваться случаем и сказать огромные слова благодарности и управлению культурой Мингородсполкома, потому что они тоже поддержали, в общем-то, мою кандидатуру, поэтому слова признательности, благодарности, потому что это, ну, тоже какая-то оценка труда и, в общем-то, стимул для дальнейшего совершенствования, так скажем. Серьезная оценка труда? Это, на самом деле, у нас так звучит, как будто, ну, просто меня выбрали, выбрали и все. Да вот не просто. Ну, это же 10 лет, я так понимаю, уже работает у нас в Музее истории Минска. Какие достижения были за этот период? Мы, кстати, за кадром, вы бы знали, мы тут с Галиной Петровной такую полемику развернули на тему истории Минска, мы уже пообсуждали. Какие достижения есть конкретно в Музее? Ну, вы знаете, наш музей самый молодой в столице. Он был образован в 2010 году, принято решение. Вот, но, в принципе, за эти годы, я думаю, что мы значительно приросли. И сегодня мы уже имеем 10 объектов в историческом центре города. 10 объектов, да? Да, я думал, что это просто здание с экспозицией какое-то. Ну, это здание с экспозициями, значит, у нас юридический адрес Революционная, 10. Это тот объект, с которого мы начинали, то есть это была первая экспозиция, посвященная Михаилу Савицкому. Вот, затем появилась уже настоящая галерея художественная Михаила Савицкого. Кстати, если говорить о достижениях, то мы гордимся тем, что в 2012 году наш музей был среди лауреатов специальной премии президента за духовное возрождение, за создание именно этой экспозиции. Вот, ну и затем каждый год мы практически делаем новые экспозиции, новые объекты. Вот, это вот музейфикация того же Верхнего города, это Минская городская ратуша, вот экспозиция, которая рассказывает и об истории самой ратуши, и немножечко об истории вот Верхнего города. Это комплекс бывшего Бернардинского монастыря, где вот создана такая тоже интересная очень экспозиция. Комплекс, это каретная, об истории гужевого транспорта, Минская конка, об истории первого общественного транспорта Минска. Вот, и в прошлом году вот буквально мы открыли тоже новую экспозицию, называется «Минск археологический верхний город». Это то, что посвящено вот этой древней истории города, где, в общем-то, можно познакомиться и начиная от событий на Немиге и до начала 20 века. То есть это и ремесла, и промыслы горожан, и вот те же комплексы монастырские, которые существовали на территории Верхнего города. То, что сохранилось, и то, что утрачено. Поэтому... Ой, то, что утрачено, конечно, можно показывать, наверное, очень долго и... Это, да, самое главное, что это все нужно привести в экспозиционный вид и сохранить, вот, особенно вот предмет археологии. То есть это очень кропотливая, методичная работа. Я вот хочу вернуться все-таки к самому конкурсу «Женщина года» и спросить, какой должна быть женщина-руководитель? Ну, это вопрос, вы знаете, постоянно, конечно, надо совершенствоваться, вот, но прежде всего это ответственность, конечно. Это ответственность, в общем-то, за дело, которое ты делаешь, это ответственность за коллектив, которым ты руководишь. Вот, ну, наверное, можно сказать, что немножечко, может быть, амбициозность должна присутствовать в таком здоровом понимании этого слова. Это умение слушать и слышать своих сотрудников. А нужно ли делить женщину-руководителя или мужчину-руководителя? Я думаю, что это общее понятие для каждого руководителя в целом. Ну, я считаю, что это безусловно. Я тоже так считаю. Это, конечно, для любого руководителя. Но, может быть, вы знаете, женщина, наверное, немножко мягче иногда, вот, может быть, где-то, может быть, немножко какие-то лояльности в большей степени проявляется. Ты знаешь, далеко не каждая женщина вообще способна стать женщиной-руководителем, потом еще нести на себе все это долгое и продолжительное время. У вас все это получается. Вы достойны самых лучших наград. И мы искренне желаем, чтобы вот завтра ваше мероприятие прошло просто на 100% для вас с воспоминаниями, потом в последующем самыми прекрасными. Мы очень рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Спасибо большое. Дальнейших вам творческих побед и на всех должностях, и в историческом плане тоже. Я душой прям болею и ратую. Еще раз поздравляем. У нас в гостях сегодня была Галина Ладисова, директор Музея истории города Минска и победительница 12-го республиканского конкурса «Женщина года-2019».